Ну хорошо, давайте начинать. Значит, еще раз, меня зовут Лев Якубов. Я занимаюсь маркетингом в компании TrueConf. Сегодня мне доверили честь провести вебинар с Бобом Ферреха из компании Phoenix Audio о обоснащении аудиоустройствами переговорных комнат. Соответственно, с Бобом мы будем выступать по очереди, он будет рассказывать о технологиях, я буду показывать сами устройства и рассказывать, как ими пользоваться. Соответственно, у нас в переговорке все для этого подготовлено, и давайте я приглашу Боба, и мы начнем. Привет, Боб, ты меня слышишь? Да. Я буду для всех переводить то, что будет говорить Боб, и для Боба буду говорить то, что говорю для вас. Боб, я хочу вас познакомиться, и тогда мы будем начать. Please upload your slide. Боб Фаррер занимается тем, что представляет компанию Phoenix Audio в Европе, на Ближнем Востоке, в том числе в СНГ. Он один из директоров компании. Я надеюсь, у всех загрузили слайды, вы видите его контакты. Соответственно, я даю Бобу слово, и мы поехали. Окей, Боб, я просто рассказал всем, что вы огромный босс, и вы responsable для нашего рынка, и feel free to start. Окей, ну, спасибо за огромную introduцию. Привет, всем. Итак, да, Боб Фаррер-Хар из Phoenix Audio Technologies, и я сейчас присоединяюсь вас сегодня из Франции, используя эту прекрасную технологию из TrueConf. Всем привет, меня зовут Боб Фаррер-Хар. Я присоединился сегодня к этому вебинару из Франции с помощью технологии TrueConf. So, the purpose for today is to talk to you a little bit about Phoenix Audio Technologies. Phoenix is a US-based company, which was created in 2004. Цель сегодняшнего вебинара – рассказать вам подробнее о технологиях Phoenix Audio. Компания эта родом из США и была основана уже очень давно, в 2004 году. If you think back at 2004, видеоконференция at this stage was moving from an ISDN network to an IP network. Если вы вспомните эти давно минувшие годы, возможно, вы вспомните также, что тогда происходил переход от ISDN сети к IP-сетям. И тогда мы уже поняли, что будет происходить миграция систем видеосвязи от аппаратных выделенных решений к платформам, построенным на основе ПК. И тогда мы поняли, что рынку потребуется высококачественное аудиоустройство, которое можно будет подключать к персональным компьютерам для того, чтобы решить аудиозадачи в переговорных фондах. The vision of Phoenix Audio was that you should be able to have high quality audio without it being highly complicated and difficult to install or use. Миссия Phoenix Audio предоставляет устройства, которые, с одной стороны, предоставляют вам высококачественный звук в конференциях, а с другой стороны, они очень просты в использовании, должны быть очень просты в использовании. So we were the first company that came out with a USB speakerphone, and all of the products that we have today are designed to work with a PC-based video conferencing or collaboration tool. Phoenix was the first company that released a USB speakerphone on the market. Представьте себе. И до сих пор все их решения заточены на то, чтобы подключаться к ПК, на которых запущено приложение для видеосвязи или для совместной работы в переговорной комнате. So here I'm just showing some of the customers that we work with in Europe, just to give you an idea of the type of organization which would choose to work with Phoenix Audio technologies. На этом слайде представлены некоторые заказчиков компании Phoenix из Европы, чтобы вы просто могли понять, с каким типом организаций, какие типы организаций пользуются решениями Phoenix Audio. What you notice here from those companies that you recognize is that these are all medium to large enterprise organizations. Может быть, вы не все знакомы с компаниями, которые представлены на данном слайде, но будьте уверены, что это компании крупные либо среднего размера, то есть это успешные большие бизнесы. Прежде чем мы начнем говорить о самих решениях, я бы хотел рассказать о некоторых уникальных характеристиках, возможностях, которые их все объединяют. . Продолжение следует... Продолжение следует... Также в каждом устройстве встроен очень мощный сигнальный процессор, который, собственно, и совершает всю магию связанную с обработкой звука. Продолжение следует... 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 Как я уже сказал, каждое устройство имеет USB-интерфейс для подключения к ПК, но помимо этого у устройств может быть второй, даже третий дополнительный интерфейс. Обычно это аудиоразъем для подключения к динамикам в зале, либо к вашей дек-трубке, либо к вашему сотовому телефону, а также некоторые устройства имеют на борту еще и встроенный SIP-телефон. Все устройства позиционируются как решения профессиональные, соответственно, я просто добавлю, что это означает. Они не просто выглядят стильно и по-корпоративному, у них продлен срок жизни, у них продлен срок поддержки, соответственно, покупая такие устройства, можете быть уверены в том, что как минимум несколько лет, речь может идти о пяти годах, вы будете получать полную поддержку по нему. На данном слайде представлены, собственно, все устройства, которые компания Phoenix Audio производит. Я даже могу показать их. Где-то у меня был панорамный слайд. Видите, они, собственно, у меня на столе все и лежат здесь. Я попробую, я имею в виду оператора. Just a moment, Bob. I'd like to show the devices we have today in our room. Yep. Okay, so, переключаем назад, Bob. Okay, please go on. Okay, so, basically, I'll just say, no meeting room is the same. So, some meeting rooms are very small, some are very large. But what we have with this range of products is a solution which will fit any meeting room environment. So, what we want to do is to go in and talk a little bit in more detail about each of the products, which I'll leave left to talk a little bit more about. Ну, давайте будем говорить конкретно о каждой линейке устройств, которые мы имеем. Значит, первое устройство называется Spider, и Bob просит меня, собственно, подробнее рассказать о том, что мы имеем. Okay, Bob, I will give a short introduction for the Spider device. Please do. Тимур, сделай меня крупнее, пожалуйста. Хорошо. Значит, первое устройство, вы видите его на экране. Это называется микрофон Phoenix Audio Spider, спикерфон Phoenix Audio Spider. Он сделан из анодированного алюминия, матового цвета, весь металлический, прорезиненный, с новой. Вот здесь, вот спереди у него находятся сенсорные, прорезиненные, точнее, не сенсорные, прорезиненные кнопки управления, регулировки громкости, регулировка чувствительности, отключение микрофона. Давайте я попробую крупнее вам его показать, таким вот образом. Буду держать его в руках и показывать вам. Надеюсь, вам видно. Значит, устройство весит приблизительно килограмм, позволяет захватывать звук в переговорной комнате в радиусе 5 метров. Это достаточно много. Например, у нас здесь используется переговорка на 10 посадочных мест, площадью порядка 35 квадратных метров. И одно такое устройство способно всех сидящих за столом качественно захватывать. Самое главное – воспроизводить звук удаленной стороны, убирать эффект эхо. Важной особенностью данного устройства является то, что его можно объединять в цепочке с другими устройствами. Давайте я вам покажу, как это делается. На тыльной стороне, попробую еще зазумиться, у нас есть набор разъемов. Обратите внимание на два Ethernet-порта слева и справа, которые используются для подключения следующего по цепочке устройства и предыдущего по цепочке устройства. Там есть link-up, так называемый, и link-down. Таким образом, можно объединить в единое целое до 15 устройств Phoenix Audio Spider для того, чтобы покрыть площадь помещения 100-150 квадратных метров. У нас на канале Unit Solutions есть ролик локализованный, где такая демонстрация проводится. Важно понимать, что устройства после того, как они подключены, они делают самодиагностику и определяют взаимное расположение друг друга и конфигурацию помещения. И после того, как вы их подключаете к ПК, тут тоже есть некоторые особенности, они работают, все устройства в цепочке используют все динамики, то есть они могут достаточно хорошо подзвучивать помещение, потому что тут мощный динамик встроен. И каждое устройство имеет 4 микрофона, то есть если мы объединим в цепочку 15 устройств, мы получим аж 60 микрофонов, которые захватывают всех участников помещения. Это устройство поддерживает технологию формирования луча. Это очень важная технология на сегодняшний день для качественного захвата звука. Заключается она в том, что спикерфон усиливает чувствительность тех микрофонов, ближе к которым находится докладчик, а чувствительность остальных понижает. Таким образом формируется некий такой виртуальный луч, который захватывает того, кто в данный момент выступает. И когда мы объединяем такие устройства в цепочку, у нас получается большое количество, может формироваться большое количество таких лучей. Естественно, устройство поддерживает полнодуплексный режим. Это значит, что вы можете одновременно говорить с теми, кого слышите через спикерфон. И естественно, оно поддерживает дополнительные интерфейсы, про которые Боб уже указал. Данное устройство поддерживает возможность подключения внешних динамиков. То есть если, например, вам кажется, что встроенного динамика недостаточно для подзвучки, вы можете подключить внешние динамики. И благодаря тому, что на выход аудиотракт будет проходить через спикерфон, он сможет эффективно удалять эхо даже при использовании внешних динамиков. Если вы отдельно подключите к ПК внешние динамики, эхо не будет удаляться. Но если подключить внешние динамики через спикерфон, соответственно, эхо будет удаляться, вы получите нужную вам подзвучку помещения. Следующий интерфейс – это возможность подключения аналоговых, я вам сейчас покажу кабелечек, это у меня есть кабель, возможность подключения через кабель от гарнитуры любых телефонов. То есть можно вставить его в смартфон, можно вставить его в телефон на вашем рабочем столе, либо в телефон для того, чтобы произвести так называемое объединение интерфейсов. Это очень важно, по-английски это называется bridging. Суть объединения интерфейсов в том, что мы можем сделать так, чтобы спикерфон микшировал звук с USB интерфейса, по которому он подключен к ПК, с аналоговым сигналом, который он получает по данному шнурку. Что это дает? Мы собрали на ПК видеоконференцию, как мы сейчас с вами делаем. Мы можем просто вставить сюда шнурок, а другой шнурок вставить в мой телефон и позвонить кому-то на сотовый. И спикерфон смешает звук с сотового телефона, со звуком, который отправляется у другим участникам конференции, мы все друг друга будем слышать. То есть нам не надо настраивать телефонию где-то отдельно на АТС для системы ВКС, чтобы подключить сотового абонента. Нам достаточно просто в спикерфон подключить любой телефон, чтобы сделать то же самое. Очень удобно. Шнурки в комплекте, все идут они с разными разъемами, то есть можно подобрать подходящий вам. Мы это еще продемонстрируем, чуть дальше как-то работает. Кстати, обратите внимание, что я сейчас выступаю не с этого спикерфона, а с более простой модели, которая называется дуэт. Вот он у меня на столе стоит рядом с пультом управления терминалом. Там тоже на тыльной стороне хорошо виден разъем для подключения вот этого второго интерфейса с этой функцией моста объединения участников аналогов и интерфейсов. Значит, и последнее, что я хочу сказать про спайбер, он есть в белом цвете. Он поддерживает монтажный потолок. Сейчас Боб еще про это вам покажет. Вот, и у него есть специальная версия с номеронабирателем. То есть специальная версия, которая по сути является конференц-телефоном. Можно зайти в ее веб-интерфейс, подключиться к вашей АТС, использовать USB спикерфон в переговорной комнате при использовании ВКС на ПК, а можно просто звонить с него, используясь как обыкновенный конференц-телефон все остальное время. То есть вы, по сути, покупаете спикерфон в переговорную комнату, который решает сразу две задачи. Он у спикерфона и конференц-телефон. Вот также есть такая модификация. Она называется Phoenix Audio Spider. А модификация без номеронабирателя, который я держу в руках, она называется Smart Spider. То есть умный паух. Собственно, это все про спайдер. Я убираю его назад. Окей, Боб, I have finished talking about the spider, so please go on. Okay, so basically, what we're showing here is a couple of customer environments, where the spider is being used. In the first example, you can see in this customer, they actually chose to be Smart Spider, which is mounted on the ceiling. На этом слайде представлено несколько примеров инсталляции устройств Smart Spider. Вот на левой части кадра изображена фотография, где вы видите, что спикерфоны были установлены на потолке и объединены в цепочку. So this particular customer actually chose the Smart Spider for two reasons. One was because of the ceiling mount capability, and the reason he chose it was for the simplicity for installing and using the product. Данный конкретный заказчик установил устройство на потолку. Во-первых, потому что он так хотел, и спайдер такую возможность поддерживать установки на потолок. Во-вторых, сама установка была предельно простая. Благодаря тому, что устройство объединено в цепочку, в ПК вставляется на выходе просто один кабелечек. Не надо там три кабеля от трех спикерфонов тянуть. Другой пример – это большая переговорная комната. Заказчик также выбрал устройство спайдер для того, чтобы отказаться от каких-то других микрофонов в этой переговорной комнате. Они тоже объединены в цепочку. Также там установлен конференц-телефон, который позволяет использовать все эти подключенные спикерфоны в цепочке как один большой спикерфон в том числе, а не только системы ВКС. Лев, I don't know if you want to talk a little bit about the PowerHub and the SIP Dialer application. Please go on. I don't have the PowerHub on the table, so that's up to you. Okay, so move on. I will tell about it. Okay, Bob, just please return one slide back. I will tell about it, I don't know. Okay, Bob хочет, чтобы я рассказал о дополнительных аксессуарах. Все очень просто. Значит, обратите внимание на слайд. Первая картинка слева – это, собственно, потолочное крепление для Армстронга. Просто прикручиваем в плиту Армстронга после того, как просверлим там специальное отверстие нужного диаметра данное крепление. И в него, вот так вот поворачивая чпок, защелкивается спикерфон. Он фиксируется, очень крепко сидит, ничего с ним никогда не случится. Следующее устройство называется PowerHub. Ну, вы все понимаете, что когда мы по USB подключаем спикерфон в ПК, у нас там длина USB кабеля ограничена там тремя-пятью метрами. Иначе нужно использовать специальные хабы USB, либо оптические USB вленители. Ну, в общем, это ненадежно и не совсем правильно. Поэтому, когда речь идет о подключении спикерфонов в цепочку, рекомендуется использовать специальный PowerHub. По-русски это будет блок питания. Соответственно, он по Ethernet подключается к цепочке спикерфонов. Ну, на самом деле, он к первому спикерфону в цепочке присоединяется. Вот. И может находиться хоть в 100 метрах от первого устройства в цепочке. А другим своим концом по USB подключается к ПК. Вот. Также он запитывает всю цепочку спикерфонов. Для этого там есть 48-вольтовый вход. Вот. И это для инсталляции очень важно иметь такую возможность, чтобы разнести спикерфоны от ПК на большое расстояние. И справа представлено приложение. Оно доступно в Google Play и в App Store, которое позволяет использовать встроенный SIP-интерфейс на устройство Phoenix Audio с помощью данного приложения. Приложение находит в вашей сети устройство, если оно подключено к Ethernet. Для этого есть там Ethernet-разъемы на спикерфонах, как мы видели вот на спайдере. И позволяет использовать даже Smart Spider спикерфон. Ну, мы еще будем про другие устройства говорить. Используют другие устройства Phoenix в том числе, как SIP-телефон. Но там нет физического номера набирателя на этих устройствах. Но можно использовать вот это приложение Phoenix, чтобы просто звонить через вашу АТС наружу. Вот. Окей. Let's go on. И снова дает мне слово, чтобы я рассказал вам об этом замечательном устройстве, которое называется Condor. Тимур, можно тебя попросить дать мне в руки Condor? Итак, вот у меня в руках устройство Condor. Обратите внимание, оно длиной где-то полтора метра. Оно тоже сделано из анодированного алюминия. Им очень прикольно можно драться, я уверен. Но на самом деле его предназначение намного проще. Я сейчас попробую повернуть, чтобы на свету было видно. Вот обратите внимание, видите модули микрофонов внутри? Они отсвечивают за решеткой микрофонного массива. Собственно, это устройство не спикерфон, а микрофонный массив. Microphone Array по-английски называется. Его предназначение в том, чтобы захватывать звук на глубину до 10 метров от телевизора в переговорной комнате. В нем встроено 15 капсулей, 15 микрофонных модулей, которые могут строить несколько направленных лучей на одновременно говорящих участников помещения. Таким образом, микрофонный массив покрывает на 180 градусов развертки глубину помещения на 10 метров. И делает так, что вы можете двигаться по помещению, говорить откуда угодно, но на удаленной стороне вас будут одинаково хорошо слышать, как бы далеко от этого устройства в пределах 10 метров не находились. Соответственно, здесь очень мощный сигнальный процессор стоит и есть интерфейсы, которые позволяют его подключать к динамикам в помещении. Мы рекомендуем этот микрофонный массив подключать к саундбару, просто к длинной колонке. Ну, если уже подзвучка произведена в помещении на потолке или отдельными динамиками, можно туда тоже подключить. Значит, здесь есть встроенный... Давайте я попробую по разъему вам показать дополнительно. Опа! И будем зумиться. Значит, вот мы видим разъемы устройства Condor. Сейчас он сфокусируется. С лица уберу, а то он пытается на лице сфокусироваться. Обратите внимание, значит, у нас есть аудиовыход. Два тюльпана, которые позволяют подключить устройство к существующим динамикам. Также есть оптический вход и оптический выход, чтобы можно было туда добавить, предположим, какой-то дополнительный сигнал, я не знаю, с DVD-плеера или еще с чего-то. И оптический выход, чтобы также подключить динамикам в помещение. Тут есть встроенный усилитель, то есть необязательно использовать активные динамики. Можно подключить пассивно, он может их... Ну, если они... 10-ти ваттам будет достаточно, он их немножко раскачает. Также, естественно, здесь есть USB-интерфейс для подключения к ПК. И есть Ethernet-интерфейс для того, чтобы можно было подключить это устройство в сеть и использовать его в том числе как SIP-телефон. Звучит странно, как использовать микрофонный массив как SIP-телефон. Ну, очень просто. То есть с помощью того приложения, про которое я рассказал вам на предыдущем слайде Боба. Значит, философия кондора очень простая. Он позволяет избавиться от любых проводов на столе в переговорной комнате. Давайте я вам покажу, как у нас это выглядит. Вот у нас такая переговорная комната и длинный стол. И если я положу этот кондор... На самом деле у меня лежит кондор, просто камера так вниз не может быть направлено, и там он у нас подключен. Он позволяет отказаться от любых устройств на столе в переговорной комнате. Мы его под телевизором или над телевизором разместили, и все. И мы сидим, общаемся за столом в переговорной комнате с другими участниками, и нас все прекрасно слышат. Вот. И никаких устройств на столах нет. Все очень чисто. В этом его как бы философия – очень популярный продукт. Очень инновационный. И самое важное, что я хочу про него сказать. У кондора есть свой SDK, специальный интерфейс для разработчиков, который мы используем для того, чтобы считывать направление лучей, которые он строит в сторону выступающих в данный момент в переговорной комнате участников. У компании TrueConf, которую я представляю, есть решение, оно называется TrueConf Tracker, который считывает активные лучи на этом массиве микрофонов и управляет PTZ-камерой в переговорной комнате автоматически, наводясь на того, кто в данный момент выступает. То есть вы можете использовать данное устройство не только как микрофонный массив в связке с динамиками в переговорной комнате, но также как источник для автоматического наведения на PTZ-камер, на выступающих с помощью бесплатного приложения TrueConf Tracker, которое можно на нашем сайте скачать. И вот это решение мы сделали совместно с коллегами из Phoenix в том году. Ну, мы его много где показывали. Если вы не видели, зайдите на сайт, там есть много видео и примеров работы. Есть ли вопросы по Condor? Я смотрю еще краем глаза в чат. Если будут, пишите. Так, Тимур, забирай Condor. Окей, Боб, я закончил говорить о Condor. Пожалуйста, пойдем. Окей, так, просто несколько примеров для клиентов. Несколько примеров того, как Condor был установлен у некоторых наших заказчиков. И в каждом из этих случаях, клиент выбрал Condor для удобства установки, но также для продукта, который позволил им им иметь комнату, где не требовали микрофон, чтобы быть подключены к столбам или к стенам. Обратите внимание, что все эти заказчики выбрали микрофон и массив Condor за простоту подключения использования, а также за то, что он позволяет в нестандартных помещениях, где нет возможности установить микрофоны на потолке или на столе в переговорной комнате, решить вопрос захвата звука. И при использовании микрофонового массива можете легко менять раскладку в помещение, странное для нас слово. Ну, например, поменять стол в переговорной комнате, чтобы проводить не только собрания, но и какие-то обучающие занятия с партами, например, или сидеть за одним большим столом. При этом сама система захвата звука, она не меняется, она как висела на стене вместе с телевизором, так и висит. А конфигурация помещения меняется, а звук захватывается. Вот это особенность. Окей? Окей, do you want to talk about the duet? Yeah, absolutely. Значит, следующее устройство, про которое мне надо будет вам рассказать, оно называется duet. Это начальное устройство в линейке. Duet предназначен для использования на рабочих местах и в очень маленьких переговорных комнатах, которые называются huddle rooms или аквариумы по-русски. Давайте приблизимся к нему. Не приближается. Уже зум на максимуме у меня. А нет, приблизился. Вот, выглядит он таким образом. Мы прямо сейчас его используем для захвата звука в вебинар, поэтому я аккуратно буду его показывать. В нем очень простой набор интерфейсов, но самое главное, что он поддерживает все технологии Phoenix. Во-первых, здесь встроен динамик, здесь есть широконаправленный микрофон, здесь есть возможность подключения внешних колонок, здесь есть возможность подключения микро-USB для ПК и есть возможность подключения дополнительного аналогового интерфейса, например, для того, чтобы использовать вместе с ВКС телефонию. Это устройство также сделано из анодированного алюминия, оно бывает в серебристом виде и бывает в таком черном виде. У него прорезиненные ножки, чтобы он стоял и не двигался на столе, производит впечатление очень добротного устройства и оно еще помимо этого недорогое. Из кнопочек здесь бьют микрофон и можно регулировать громкость динамика. Давайте, значит, сделаем небольшую демонстрацию. Вот я возьму этот шнурок и попробую сейчас позвонить на нашу АТС, чтобы вы поняли, как работает вот эта функция моста, мостового соединения, когда спикерфон объединяет несколько интерфейсов. Вот это простой пример, потому что здесь всего два интерфейса, аналоговый и USB цифровой. Я вставляю кабелечек. Вы меня по-прежнему слышите. Я подключаю свой телефон к устройству и сейчас я позвоню на телефонный номер, чтобы и вы услышите звук с моего телефона в конференции. Все предельно просто. Звоню на наш входящий номер нашей компании. Здравствуйте. Вас приветствует компания АТС. Пожалуйста, в плановом режиме наберите номер абонента. Мы никого мучить не будем. Сейчас, может, оператор какой-то подцепит. Но смысл в том, что я слышу все, что происходит из динамика спикерфона. Вы слышите все тоже. Добрый день. Добрый день. Это Лев Якупов. Тестовый звонок. Прошу на меня не реагировать и повесить трубку. Нам повесили трубку. Но суть в том, что вы видели, что мы объединили в конференции, в наш вебинар, обычный телефонный звонок. И я слышу то, что мне говорит через спикерфон удаленный собеседник. Вы слышите то же самое. Никакого эха. Очень круто, очень удобно. Во всех устройствах это поддержано. Все, я вынимаю поводок. Поехали дальше. Добрый день. На данном слайде представлен пример установки устройства Дуэт. Оно предназначено для использования на рабочих местах. Его очень часто используют в коммунзировках, потому что оно маленькое. В комплекте идет тканевый чехол. Мы туда убрали спикерфон. Чехольчик закрыли, полетели, подключили, где нам нужно, к нашему сотовому телефону в дороге, либо по USB к ноутбуку и используем для того, чтобы без гарнитуры с хорошим звуком общаться с коллегами. Также это устройство часто применяется в небольших переговорных комнатах, где не требуется вот это вот на 5 метров захват звука, потому что Дуэт в принципе 3 метра покрывает сам. Для небольших переговорных комнат очень бюджетное, надежное решение. Очень много по нему положительных, хороших отзывов и лично рекомендую, сам пользуюсь постоянно, как и сегодня. Окей? Итак, это последний продукт, который мы будем говорить. Я оставлю с ним, чтобы поговорить немного про Stingray. И продукт, о котором нам нужно сегодня поговорить, это более серьезное решение. Это аудиомикшер, который называется по-русски SCAT, по-английски Stingray. И там есть ряд уникальных возможностей, про которые я сейчас буду рассказывать. Значит, Тимур, помоги мне. Он большой. Мне придется вот так его взять. Значит, вот у меня здесь есть Stingray. У него металлический. На этот раз, мне кажется, стальной корпус не алюминиевый, тоже анодированный. Выглядит он очень хорошо. Устанавливается в стойку. Есть, соответственно, у него все крепления для салазок. И что его отличает? Это большое количество интерфейсов. И некоторые другие уникальные вещи, про которые я сейчас расскажу. Значит, чтобы отслеживать статус устройства и переключаться между зонами, есть небольшой дисплей и небольшой, значит, приближим. Есть небольшой дисплей и джойстик для управления некоторыми функциями через этот дисплей. Ну, на самом деле, как бы, естественно, все основное управление происходит через веб-интерфейс. Поэтому необходимо данный аудиомикшер подключать к сети. А к нему уже подключать различные аудиоустройства, которые позволят вам обеспечить качественное воспроизведение. И вы не поверите, усиление звука в помещении одновременно с конференцией. Давайте поподробнее обо всем этом расскажу. Значит, интерфейсы поначалу пугают, интерфейсов много, но в целом они все поделены на логические группы, и с ними очень легко пользоваться. Итак, давайте по порядку нашим. Естественно, есть USB-интерфейс, который позволяет использовать данное устройство как спикерфон с системой ВКС для переговорных компаний. Одну секундочку, я посмотрю чат, сообщений никаких нет. Ну, окей. Помимо USB-интерфейса, у нас есть разъем Ethernet для подключения к сети, потому что в нем также есть встроенный SIP-телефон, чтобы можно было звонить. Дальше данное устройство позволяет к себе подключать 4 любых микрофона. То есть здесь есть просто группа контактов для подключения микрофона. Соответственно, устройство производит эхо и шумоподавление со всех подключенных к нему микрофонов в автоматическом режиме. Дальше у вас есть возможность подключить дополнительные 4 линейных входа к данному микшеру. Ну, что значит линейный вход? Например, это аудиоплеер, либо какие-то существующие системы воспроизведения звука в помещении, либо, например, система громкоговорящей связи, если это речь идет об установке в гостиницах, либо еще где-то. Это все можно завести в микшер, чтобы обеспечить отсутствие эхо для обратной стороны с этих сигналов. Естественно, сюда также подключаются колонки. Здесь есть встроенный усилитель звука, который позволяет напрямую подключить динамики к данному устройству. И что интересно, это устройство позволяет также реализовать усиление звука. Что это значит? Это значит, что вы можете не только захватывать звук с любых микрофонов, которые подключаются к данному аудиомикшеру, вы можете через отдельные выходы еще и подзвучивать все то, что происходит. Все то, что захватывается микрофонами, можно еще подзвучивать внутри этого помещения. Не просто в конференцию отправлять, на удаленную сторону, все, что микрофоны захватили. Можно еще внутри помещения усилить этот звук на динамике помещения, чтобы все лучше слышали то, что говорится. Это для больших залов, для лекториев очень полезно. И как и все остальные устройства Phoenix, их можно объединять в цепочку. Можно объединить в цепочку, вот видите, два разъема посередине, Living Up, Link Down, чтобы до 15 устройств объединить вместе. И таким образом мы получаем возможность подключить к цепочке устройств до 60 микрофонов. Там получается 60 микрофонных входов и 60 еще линейных входов. Что, согласитесь, очень круто и позволяет, в принципе, помещение любого размера, любой конфигурации обеспечить качественным захватом звука для конференции с удалением шума и эха. Управляется это все через веб-интерфейс, но это не все. Также здесь есть такая интересная особенность, которая называется зоны. То есть можно через веб-интерфейс настроить зоны. Зона задается для одного или нескольких устройств в цепочке. То есть можно, например, поставить в каждую... Представьте, у вас большая гостиница, и у вас огромное помещение, которое делится с помощью выдвижных стен на различные переговорные комнаты. И можно настроить так, что микрофоны будут подключены к единой цепочке аудиомикшеров, и вы через веб-интерфейс будете буквально в один клик определять конфигурацию. Либо все микшеры работают как единое целое в случае большого помещения, либо они независимо захватывают звук из каждого помещения, ну, по сути, из каждой зоны, независимо от остальных. Что очень удобно использовать для больших и крупных инсталляций, выделяя в помещение те места, где микрофоны должны работать независимо от других. И в нужный момент их можно переключить, и они будут работать как единое целое. Ну, в общем, подробнее написано в документации. У нас есть очень продвинутое устройство, очень мощный сигнальный процессор внутри. Позволяет любые микрофоны подключать, потолочные модули, микрофоны-лягушки, ну, смотря что у вас есть, и удалять эффект эха. То есть для видеоконференции вещь незаменимая и очень доступная по цене между прочим. Так, прошу забрать у меня SteamGrey. Okay, so, Bob, I have finished talking about the SteamGrey. Okay, I think that kind of takes us to the end of the... So we've covered all of the products. So I think from that you can see with a few products, you can pretty much cover any environment for videoconferencing or audioconferencing. Ну вот мы и закончили нашу презентацию. Как вы могли убедиться, с помощью небольшого ассортимента устройств, с помощью уникальных технологий Phoenix Audio можно обеспечить качественный захват воспроизведения звука в переговорных комнатах любых конфигураций, любых размеров. Okay, I think that's the end. Okay, Bob. Есть ли вопросы? Bob говорит вам спасибо. Thank you, Bob, too. I will wait for the questions. Коллеги, кто нас слышит, видит, скажите, есть ли к нам вопросы. Я их буду читать на телефоне. Пока никаких вопросов нет. Хорошо, я задам сам некоторые вопросы Bob. Bob, we don't have any questions so far in the chat, but I have a few questions from my own. Итак, первый вопрос. Поддерживает ли устройство Phoenix работу в сложных помещениях, например, с большой площадью остекления или со стеклянными перегородками? My first question is how Phoenix Audio devices are performing in a complex environment with a lot of glass walls or big windows? So, the first thing I would say that if you have a room which has a lot of acoustics, then it is always best to try to provide some form of acoustics treatment into that room. Во-первых, если у вас помещение со сложной акустикой, с этими стенами стеклянными, где много отражений возникает, в первую очередь надо попробовать специальными мерами улучшить само помещение. Ну, например, добавить какие-то демпфирующие стены и прочее. Я так понимаю, Bob. В каждом DSP-демпфирующем продукты, мы имеем функцию, которая называется D-Reverb. И что D-Reverb делает, то это будет чистить сильное сигнал, где у вас много реверберации в комнате. Таким образом, это чистить сигнал, пока вы отправите его на левую сторону. В каждом DSP-процессоре, в каждом сигнальном процессоре есть специальный алгоритм. Он называется алгоритм устранения реверберации, D-Reverb, который занимается тем, что перед тем, как отправить звук в конференцию, он пытается вырезать из аудиотракта все отражения звука внутри помещения. Поэтому и на программном уровне устройство тоже пытается активно бороться с такими ситуациями, где много используется стекла либо других поверхностей, которые сильно отражают звук. Окей, Боб? Также для таких сложных помещений, может быть полезна другая возможность решения Phoenix Audio. Это возможность их объединения в цепочке. То есть мы добавляем больше устройств, чтобы сделать микрофон устройства ближе к говорящим. Это тоже поможет лучше выделять голос выступающих и избавляться от отражения звука. Окей, thank you, Боб. Still don't have any questions. У нас по-прежнему нет вопросов. Коллеги, если есть вопросы, задавайте. У нас там 25 человек в конференции. It's because you did such a good job explaining the products to start with. Боб предполагает, что у никого нет вопросов, потому что я хорошо рассказал. На самом деле это не так. Ну хорошо. Окей, Боб, I have the last question. So I will ask another... Я задам Бобу еще один вопрос, последний на этот раз. Вопрос такой, когда мы можем ожидать новых устройств и что у них там в планах на следующий год? So you can expect some new product announcements will probably be made in the first part of next year. So we should be announcing some new products in around about the March-April time frame, I would think, next year. So look out for it. There's some very exciting things coming. I can't give you more details on the actual products at the moment, but expect to see an announcement in the early part of next year. Ответ такой, что ожидается появление новых устройств в начале следующего года, это в март или апрель. Никакой подробной информации на данный момент Боб нам сообщить не может, поэтому следите за обновлениями. На самом деле вам не надо следить за Phoenix Audio, так как Unit Solutions является официальным дистрибьютором решения Phoenix Audio в СНГ, вам достаточно подписаться на нашу рассылку, из которой вы узнали о данном вебинаре. Мы вам сразу же все сообщим, как появятся только новые устройства, новые возможности. I just told everybody that we have an email newsletter, where we tell always about your releases, so people have to follow up our newsletter to be updated. Хорошо, вопросов у нас по-прежнему нет. Всем большое спасибо за то, что вы приняли участие в данном вебинаре. Мы уже практически час общаемся, будем закругляться. Напоминаю, что вы можете приобрести любое устройство Phoenix на сайте Unit Solutions. Они всегда в наличии, по самым лучшим ценам, с гарантией, поддержкой от нашей компании. Не удивляйтесь, потому что я из Трукон, Phoenix Solutions – это тоже компания Трукон. Вот, как все уже знают. Итак, всем спасибо. Мы закругляемся. До новых встреч. Надеюсь увидеть вас на новых вебинарах. И хорошего вам дня. Боб, спасибо большое за вашу поддержку в нашем вебинаре. Удачи вам хорошего дня. И это все. Мы закончили. Спасибо. Спасибо всем, пока. Пока-пока. Всем спасибо и пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.